Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня». В студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. Рост тарифов на услуги ЖКХ вызвал волну протестов в регионах России. Строители выходят на митинг. На дворе сентябрь, а рабочие компании глав МОС-строй ждут зарплату за июнь. Оптимизация отечественной медицины смертельно опасна. Неотложную помощь российскому здравоохранению готова оказать КПРФ. Россия до сих пор не вышла из экономического кризиса, который начался еще в 2009 году. Об этом заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции в ТАСС. Он считает, что несмотря на высокие доходы от экспорта нефти и газа, деньги не доходят до реального сектора экономики. Наша точка зрения заключается в том, что правительство Медведева, этот либеральный финансо-экономический блок, талантливо и цинично загоняет страну снова в лихие 90-е, когда спекулянты определяют характер развития нашего производства. Спад производства во многих отраслях уже превысил 5%. ПВП-ложения тоже крайне трудны. И при таком финансо-экономическом курсе из ситуации не выбраться. Полную версию пресс-конференции Геннадия Зюганова смотрите на сайте airline.tv. В регионах России проходят массовые митинги. Волна протеста вызвана высокими ценами на тарифы и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Жители Мурманска вышли на улицы города. В регионе тарифы на услуги ЖКХ выросли на 18%, тогда как заработная плата населения, согласно статистике, уменьшилась на 10%. Появляется новая побора в виде налога на дом, на капитальный ремонт, который сегодня критиковали. Еще сегодня не говорили, ожидается, что и работающих пенсионеров могут лишить пенсии. Это тоже готовится в кулаках власти высокой. О непомерном увеличении тарифов говорили и в Пензе. Главные требования собравшихся – остановить рост цен на услуги ЖКХ, снизить стоимость проезда в общественном транспорте и прекратить уничтожение санкционных продуктов. К акции КПРФ присоединились члены Ленинского комсомола и общественных организаций. Митинг прошел под лозунгом «Не плати за капремонт». Отметим, что в Пензенской области тарифы на жилищно-коммунальные услуги – одни из самых высоких в стране. Ситуация в здравоохранении и образовании также вызывает много вопросов. Где-то закрыли больницу, где-то не отменили электрички и так далее, и так далее. И с каждым днем, с каждым часом жить нам становится все хуже и хуже. Участники митинга выступили за отставку правительства Медведева. 13 сентября в России состоится единый день голосования. В Пензенской области граждане решат, кто станет губернатором. На митинге звучали призывы не игнорировать выборы, а прийти на избирательные участки и отдать голоса за достойного кандидата. Рабочие глав МОС-3 бастуют уже четвертую неделю подряд. На юго-востоке Москвы они проводят пикеты и требуют погасить задолженность по зарплате. Поддержать бастующих приехали депутаты Государственной и Московской городской думы. Компания глав МОС-3 с апреля задерживает заработную плату своим работникам. Стоит отметить, что деньги на строительство объектов на юго-востоке Москвы были выделены из городского бюджета. Куда они делись, остается только догадываться. Доведенные до отчаяния рабочие остановили стройку и организовали забастовку. Тут же последовали угрозы увольнения со стороны руководства. Депутаты от КПРФ направили обращение в прокуратуру Москвы, Следственный комитет, Государственную инспекцию труда и мэрию города. Подготовлены нами заявления в суд, образец со ссылками на нормы закона, для того, чтобы в случае банкротства управления жилищным строительством попасть в список кредиторов, которые предъявляют свои претензии к глав МОС-3 и к УЖС-1. Чтобы они в обязательном порядке деньги получили в любом случае. Компания глав МОС-3 находится на грани банкротства. Руководство погасило задолженность по зарплате только за апрель и май. На календаре – сентябрь. Через неделю планируется провести очередную акцию протеста, но уже у Центрального офиса глав МОС-3 на Тверской улице. Оптимизация отечественной медицины, проводимая Минздравом, признана смертельно опасной. К такому заключению пришли участники форума за качественную и доступную медицину, который прошел в Москве. Выводы, которые представил Общероссийский народный фронт президенту, неутешительные. Укропнение больниц и поликлиник, сокращение коек в стационарах, увольнение медицинского персонала уже привели к снижению доступности медицинской помощи для населения и росту смертности. В 2014 году из системы здравоохранения ушло свыше 90 тысяч медицинских работников. Наиболее плачевное состояние сложилось в сельской местности, где на 10 тысяч человек приходится всего 13 врачей. Однако стоит заметить, что именно депутаты от Общероссийского народного фронта в Государственной Думе вместе со своими коллегами из Единой России исправно голосовали за реформу здравоохранения, предложенную правительством. При оптимизации бюджета 2015 года расходы на здравоохранение были урезаны более чем на 25%. В свою очередь, фракция КПРФ в Госдуме предложила свой план вывода российского здравоохранения из тупика. Решить проблемы в отечественной медицине коммунисты предлагают с помощью Общественного национального совета, который не позволил бы ни правительству, ни губернатору, ни мэру единолично принимать решения по сокращению больниц или медперсонала. Совет, как считают в КПРФ, должен быть сформирован из представителей Госдумы, причем от всех фракций, сенаторов, уполномоченного по правам человека в России, представителей счетной палаты и генпрокуратуры, врачей, представителей общественных организаций и журналистов. Самое главное, что в этом законе прописано гарантированное увеличение выделения средств из бюджета на бесплатное здравоохранение. У нас сегодня она составляет 3,2% ВВП. В Америке – 17%, во Франции – 14%, в Италии – 15%. У чиновников не должно возникать желание сэкономить на здоровье граждан, считают в КПРФ. В законе вводится такое понятие, как неснижаемые показатели финансового обеспечения. План по развитию российского здравоохранения рассчитан на 6 лет. По мнению коммунистов, в случае реализации всех намеченных мероприятий удастся восстановить утраченную сеть больниц в сельской местности, развить медицинскую науку, технологии, медицинскую промышленность и провести мероприятия по импортозамещению. Памятник Владимиру Ленину на площади Советов в Улан-Удэ вписан в Книгу рекордов России. Скульптура признана самым большим изваянием головы Владимира Ильича в мире. Ее высота вместе с постаментом составляет 14 метров, а весит памятник 42 тонны. Он был установлен на площади Советов в 1971 году. Но заявку в Книгу рекордов России жительница Бурятии по имени Октябрина Ешеева подала только сейчас. Это тоже событие будет очень положительно скажется на имидже города. Этот момент также связан с брендированием города, так называемым. То есть узнаваемостью города, чтобы у туристов был интерес к нашему городу. Поэтому эта работа, я думаю, будет иметь и положительные последствия в этом направлении. Еще в конце 60-х авторы проекта памятника Ленину, братья Нероды, получили за него престижные награды на выставках в Париже и Монреале. В Москве скульпторам была присуждена государственная премия. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok